Периодически у нас происходит расширение границ поселка за счет того, что муниципалитет выделяет землю малообеспеченным семьям. То есть, соответственно, количество земель становится больше, а инфраструктура не развивается. Поселок ветшает, не просто она не развивается. У нас демонтировали игровые площадки и сейчас собираются еще одну, вот эту большую демонтировать игровую площадку. Кооператив индивидуальных застройщиков «Зеленая роща» не входит в зону ответственности администрации Одинцовского округа. Не достигнув результата в переговорах с правлением поселка, активные жители пришли на личный прием к депутату Госдумы Денису Майданову. Рассказали о нехватке соцобъектов и предложили внести изменения в статью федерального закона о ведении гражданами огородничества и для собственных нужд. Не секрет, что многие законопроекты рождаются у людей. Поправки в закон, которые назрели, с удовольствием, с любого комитета, несмотря на то, что я первый разноситель председателя комитета по культуре, я все равно со своей позиции могу любой вопрос поднять. На приеме в этот день озвучили вопросы, которые касаются Трудового кодекса, начисления пенсии, конституционных прав и другие. Спектр тем, с которыми приходят жители, разнообразный. И не всегда это негатив, отмечает депутат. Люди могут просто прийти, принести приглашение на свой благотворительный какой-то вечер, потому что сами лично хотят вручить. Или приходят, просят разобраться с управляющей компанией, на которой, например, права уже там нет. Денис Майданов всегда открыт к обсуждению проблем жителей Подмосковья. Индивидуально подходит к каждому случаю. Ведь повышение качества жизни в России – дело общее. Призываю людей, желающих что-то изменить в нашей жизни, в жизни Одинцовского округа, подсказать где-то мне, где-то в исполнительной власти, принять активное, позитивное, я бы сказал, участие в жизни округа. Можно и ругать, но ругать аргументированно, для того, чтобы мы понимали, что именно нужно исправить, что нужно сделать.